Добрый день. Прежде всего, хочу поблагодарить Организационный комитет и личную господину Шлифто за приглашение выступить на Конгрессе кардиологов. Это один из крупнейших тематических конгрессов Европы. Сегодняшняя моя тема – это чрезкожное коронарное вмешательство при хронической полной окклюзии. И также, прежде всего, ответим на вопрос, нужна ли ревоскулиризация при хронической полной окклюзии. Смотрим, здесь дистальная бифуркация, здесь достаточно много кальцированных участков у сосуда. Мы видим, что здесь развито коллатеральное кровообращение. Здесь артерии очень хорошо просматриваются, но хватает ли такого коллатерального кровообращения? И на этот вопрос уже отвечали исследователи. В начале 21 века было проведено такое исследование. Господин Вернер анализировал, насколько достаточно коллатеральное кровообращение, может ли оно заменить открытую артерию. Но, к сожалению, только у 5% пациентов коллатерального кровообращения достаточно. При этом у пациентов не должно быть ишемии. Таким образом, мы можем сказать, что коллатерального кровообращения не хватает для того, чтобы полностью заменить открытую артерию. Более того, стоит отметить, что и по другим исследованиям результаты говорят, что необходимо преодолевать окклюзию сосудов даже при хорошо развитом коллатеральном кровообращении. Потому что, что касается уровня смертельных исходов, при значительной нежелательной сердечно-сосудистой явлении, коллатерального кровообращения, как правило, недостаточно. И оно может привести к летальному исходу. Однако, должны ли мы пролечивать все хронические полные окклюзии? Конечно же, нет. Не всегда вмешательства и ангиопластика показаны пациентам. Потому что есть целый ряд факторов, которые надо учитывать. Конечно же, анатомическое строение и опыт человека, выполняющего ангиопластику. Любой процесс отбора пациентов должен основываться на оценке симптомов, в нашем случае на оценке ишемической нагрузки и возможности выживаемости в этом пациента. Совсем недавно было опубликовано исследование, где написано о том, в каких случаях показано черезкожное коронарное вмешательство. В исследовании 2015 года показано, какие симптомы говорят о том, что можно проводить черезкожное коронарное вмешательство. Давайте посмотрим. Если есть симптомы, нормально функционируют стенки сосудов, тогда можно проводить ревоскулиризацию. Если у пациента есть также симптомы, а кинезия представлена в районе окклюзии, тогда, если мы понимаем, что медикаментозная терапия не помогает, тогда можно проводить уже вмешательство. Если же нет симптомов, мы видим, что стенки работают ненормально, есть гипокинезия в районе окклюзии, тогда в зависимости от ишемической нагрузки, если она больше 10, то показано проведение как раз черезкожного вмешательства, если она меньше 10, тогда нужна медикаментозная терапия. Также мы должны отметить, что, безусловно, оценка необходимостей ревоскулиризации существенно меняется. Мы должны учитывать, каково будет состояние пациента после ревоскулиризации. Мы должны учитывать новые технологические развития, связанные с ревоскулиризацией. Недавно так называемый Евроклуб, занимающийся хронической полной окклюзией, в 2019 году опубликовал доклад, где написано, было описано проведение черезкожного коронарного вмешательства при хронической полной окклюзии, и просматривали, как влияет опыт оператора, выполняющего ангиопластику, на успешность выполнения операции. Рассматривались как антиградное, так и ретроградное происхождение. Рассматривались также последствия и осложнения, связанные с проведативным вмешательством. В основном, пол, буквально процента – это возможность летального исхода. Также анализировалось количество возможных тампонат, не очень высокий процент. Мы видим, что есть риск коронарной перфорации, это примерно 3%. Также анализировалось исследование, какие использовать проволоки. Мы видим, что в основном это проволоки ГАИА. Они зарекомендовали себя очень хорошо. Что касается того, как проходит операция, это будет радиальный подход или контрнатуральные инъекции. Также анализировалось в исследовании внутрисосудистого ультразвука, как его применяли, антиградно или ретроградно. Здесь как раз на слайде вы можете видеть. Безусловно, внутрисосудистый ультразвук помогает лучше определить, как должна проходить ангиопластика. Здесь вы видите, как развивалась технология через кожного коронарного вмешательства, какие появлялись катетеры. И здесь на данном слайде представлено, как влияет на исход процедуры опыт проводящего ангиопластику. Мы видим, что даже в сложных ситуациях, когда по шкале GCTO значение больше трех, при более опытном работе успешность операции, как правило, обеспечена. Мы видим, что количество значительных нежелательных сердечно-сосудистых явлений уменьшается в зависимости от роста опытности оператора, проводящего ангиопластику. В данном слайде представлена схема, на которой описаны все этапы через кожного коронарного вмешательства. Кажется, схема очень сложной, но на самом деле для тех, кто работает с хронической полной окклюзией, все здесь достаточно прозрачно. Как я говорил, уже надо, также надо обсуждать, какую нагрузку на здоровье та или иная процедура будет иметь для человека. Прежде всего, мы должны думать о качестве жизни пациента. Что здесь учитывается? Учитывается риск развития стенокардии, отдышки, будет ли какая-то нагрузка медикаментозная, как сможет человек потом чувствовать себя и существовать в обществе. Что касается отдышки и стенокардии, мы видим, что отдышка и стенокардия уменьшаются на протяжении трех месяцев, а также есть данные по трем годам, мы видим также там уменьшение. Однако нам до сих пор не хватает полноценных рандомизированных исследований. На 2018 году было запущено исследование, которое недавно было опубликовано. Там было примерно 400 пациентов, одни получали только медикаментозные лечения, другие медикаментозные лечения, и у них проводилось через кожное коронарное вмешательство. Какие были получены результаты исследования? Мы видим, что в основном качество жизни у пациентов было выше, в том случае, если они также проходили через кожное коронарное вмешательство. Особенно, если смотреть на дальнейшее введение пациентов, мы видим существенное улучшение качества жизни по сравнению с теми пациентами, которые получали только медикаментозные лечения. Здесь на слайде приведены данные исследования Eurosteo. Мы видим, что в данном исследовании было около 400 пациентов. Всего было два летальных исхода в случае трескожного коронарного вмешательства. было несколько случаев инфаркта миокарда. Однако, в данном исследовании, несмотря на это, было доказано, что трескожное коронарное вмешательство впоследствии помогает преодолеть стенокардию и снижает количество инфарктов у людей с хронической полной окклюзией. В следующем исследовании анализировались те, кто проходил первичное трескожное коронарное вмешательство и последующее. Здесь была андромизация один к одному. И через 4 месяца проводилось МРТ для того, чтобы посмотреть о том, какая фракция выброса есть и как вообще ведет себя сердце. Основный недостаток этого данного исследования заключается в том, что, к сожалению, здесь не проверяли, развивалась ли ишемия у пациентов. В исследовании Эксплор также просматривали пациентов на протяжении 9 лет после проведения трескожного коронарного вмешательства и мы видим, что здесь существенно сократилось количество летальных исходов. Мы видим положительное влияние. То есть примерно данные такие же, как в данной EuroCityO. Было проведено еще исследование Decision. Это корейское исследование. Здесь участвовало больше 800 пациентов. Проводилось исследование на протяжении 6 лет анализировали количество летальных исходов инфарктов к миоркарде и повторных ревоскулиризаций. Мы здесь видим данные примерно одинаковые у двух групп были. Мы видим изменения фракции выброса для тех пациентов, которые проходили только медикаментозное лечение и те, которые сочетали медикаментозное лечение с чрезкожным коронарным вмешательством. Данные примерно одинаковые. Мы видим. На самом деле большого улучшения данным исследований не видно. И наше исследование, которое мы недавно опубликовали в одном из японских медицинских журналов, у нас было 220 пациентов просмотрено, 63 отсеяно, в итоге 100 пациентов рандомизировано. Мы смотрим, что по всем шкалам, если анализировать, не было существенного изменения показателей, небольшое улучшение качества жизни наблюдалось только. Мы видим разницу по значительным нежелательным сердечно-сосудистым явлениям, изменение и расхождение небольшое. Также и посмотрим на выживаемость. Это данные исследования и реестра SCARF, это шведский реестр. Там было 14 тысяч пациентов примерно, у которых была хроническая полная окклюзия и 75 тысяч без полной окклюзии. Мы видим, что большая разница здесь в выживаемости. Таким образом можно говорить о том, что хроническая полная окклюзия это, безусловно, предиктор, независимый предиктор большей мортальности. Безусловно, данные отдельных реестров немножко отличаются. Это данные итальянского реестра по хронической полной окклюзии. Здесь выживаемость получше, но мы видим все равно хроническая полная окклюзия это фактор риска. Здесь сводная таблица, мета-анализ всех проведенных исследований, и можно говорить о том, что успешная ревоскулиризация все-таки влияет на уровень выживаемости. мы можем говорить о том, что в основном процедуры выполняются успешно и ненамного, но улучшают качество жизни человека, имеющего хроническую полную окклюзию. Основываясь на данных исследованиях и реестрах, можно говорить о том, что рекомендации за последние годы существенно не изменились по ревоскулиризации. С 2014 по 2018 год они примерно сохранились. Мы видим, несмотря на то, что появилось больше исследований, класс доказательности по-прежнему уровень доказательности по-прежнему B, и до сих пор считается, что чрезкожное вмешательство стоит рассматривать для ряда пациентов, у которых резистентная стенокардия. Что же это мой последний слайд? Большое спасибо за внимание и желаю вам успешной работы на Конгрессе. Большое спасибо.